Всем привет, дорогие друзья! С вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. Эм, музыка. Нужно немножко добавить громкость звука. И может немножко музыки. Разве что самую малость. Мы продолжаем проходить Ведьмака, и мы должны спасать Принца Пениса от самосуда крестьян. С Тениса, конечно же, но всё-таки. Ведёт он себя неподобающе. Не то, что Принц... По чёртовому... Вообще, дворяшке обычному. Холопы обвиняют во всём Принца. Мужика. Дорогу мне! Ведьмак идёт! Хорошо, что ты здесь. Конечно. Мужики решили, что Стеннис отравил Саскию. Едва самосуд не учинили. Это дворяшки. Эм, так. И что удержало? Что им помешало? Рыцари, их сиятельство, айдирнские дворяне. Не так-то легко поднять руку на голубую кровь. На совете был мужик по имени Кальтон. Я не заметил, чтобы он испытывал большое уважение хоть к кому-нибудь. Кальтон оторва. Он любым случаем воспользуется, чтобы воровать и грабить. Он распробовал вкус господской крови. Говорят, у него в ущелье целый клад с награбленным добром закопан. Ни хера себе. Похоже, в этот раз всё будет жёстко. Да щас порешаем. Да дайте ж сказать! А ты тут чего? Я Скалин Бурдон. Слежу за порядком Вергене. Ну ты и проследил. Где ж ты был, когда Саски отравили? Давай цапрынца! Под цепы его! Стоять! Ёрвет! Белки! Если хотите уйти целыми, держите лапы подальше от оружия. Мне всё одно, мужик или господин. Надо будет, всех перебью. Что тут происходит? Слуга, тот, что вино разносил на Перу, говорит, что принц и шрец Альшан отравили Саскию. Мы хотим справедливости. Вы хотите мести. Это разные вещи. Нам всё одно. Саски без чувств лежит, а принц, отравители, дворяне. Только и ждут, чтоб нас на поле загнать и Хенсельту продаться. Не позволим. Ты лжёшь, Кальтон. Никто здесь не собирается продаваться. А виноватого надо схватить и судить по закону. По вашему закону? И что вы ему сделаете? Штраф наложите и по гузну отшлёпаете? Мы его сами отшлёпаем секирой по горло! Где этот слуга? В безопасности. Его охраняют с Каэтаэли. А что, принц запёрся? Что не выходит, ежели невиновный? Хватит! Если кто возьмётся за оружие, сначала прострелю руку, потом полетят головы. Нас больше со всеми не сладишь. Ты будешь первым. А теперь расходитесь. Нам надо действовать быстро. Ёрвит, не кипиши. У тебя есть план? Что ты задумал? Я их припугну. А если будет надо, пущу немного крови. Я дам тебе время, но их долго не удержишь. Расспроси крестьян, дворян, поговори с краснолюдами. Может, Стеннис что скажет? Если он виновен, то уже выдумал себе красивую сказочку. Думаю, ты поймёшь, как отделить зёрна от плевел. Да, я понял. Ещё сходи к этому слуге, к Виночерпию. Со всеми поговорить не успеешь, но хоть с кем-то. Для людей самое важное, то есть них на высоком. Эй, ведьма, позвольте ко мне. Ты своей жёнушке грозишь. Я был бы рад узнать твоё мнение об этом деле. Наконец. Всё. Ты чё, херел? Интересная мысль. Подумай сам. Принц не мог этого сделать. Вино всё время было на виду. Только слуги прикасались к кувшинам. А слуги это кто? Крестьяне. Затем тот же холоп подбил остальную чернь выступить против принца и дворянства. Я подумаю над таким. Есть это. В этом только правду. Что значит, блять, открывай? Я хочу видеть... Да ты что. Вот остальные сразу говорят, что хотят нашего принца разорвать на куски. Мы тебя не пустим. Я вас порежу. А нет, можно и попроще. Только я могу помочь вашему принцу. Действительно. Как я об этом не подумал? Ты спятил? Молчать. Я здесь командую. Ведьмак может войти. Входите, мастер-ведьмак. Ну вот так. Ведьмак пришёл меня убить. Помойная. Я пришёл за помощью. Ты можешь спасти Саскию. Ты слышишь их? Они хотят моей головы. Они верят в слово последнего мужика больше, чем моему. Я наследник Айдирна. Законный владетель этих земель. Потом Агдимовенда и Верфурила. Принц, если ты мне поможешь, Саския выздоровеет. И люди забудут. Если? Значит, если я тебе не помогу, они меня убьют? Да. Это шантаж. Это договор. Чего ты хочешь? Для эликсира, который излечит Саскию, нужна королевская кровь. Ты что, издеваешься надо мной? Саския вытащила тебя из битвы призраков. Ты обязан ей жизнью. Это был её долг. Как и любого другого жителя Айдирна. Ну, значит, ты сдохнешь. Это из-за неё моя страна разваливается. Саския и её мятежники разбили королевские войска под Гулетта и на Дифне. Армия Айдирна практически не существует. Мятежники – последняя надежда остановить Хенсельта. А что потом? Свинопас станет королём очистильщик сапог канцлером? Не думай о том, что будет потом. Принц, достаточно нескольких капель твоей крови, чтобы исцелить Саскию. Только под её командованием Верген сможет обороняться. Я уже сказал. Я ничем не обязан этой девице и не позволю себя шантажировать. Если из-за этого я должен погибнуть, пусть так и будет. Я пойду на плаху с поднятой головой. Но я не дам королевской крови крестьянской девке. Ты отравил её? Конечно, нет. А если бы и я, неужели ты думаешь, что я стал бы об этом рассказывать? Не будь глупцом. Я пытаюсь тебе помочь. Не только Саске, но и тебе тоже. Я не склонюсь перед требованиями Черни. Никогда! Хватило одного навета, и вот они уже стоят у моих дверей. Ты думаешь, что каждый раз, когда какой-нибудь убогий мужлан завопит, во всём виноват принц, я обязан оправдываться? Может, мне выйти к ним и молить о пощаде? Никогда! Просто убеди их, что ты не виновен. Докажи им, что это не ты, и они отступят. А если я не виновен, но у меня нет доказательств? Ты говоришь, что хочешь мне помочь? В таком случае сделать так, чтобы люди мне поверили. И ты не пожалеешь. Ты хочешь меня подкупить? Я предлагаю тебе уговор. Стража! Что случилось, государь? Покажите ведьмаку выход. Всё в порядке, государь? Аудиенция Геральт. Подумай над моей... Хорошо. Пошёл вон, хамло! Зовите наших! Не дадимся за так! А-а-а! Рука! Следующему, кто захочет попытать счастье, я отрежу башку! Эй, ведьмак! Изволь-ка ко мне! А-а-а! А ну взывайся сюда этого долбогрёба! Эй, ведьмак! Изволь-ка ко мне! Пошёл вон, хамло! Запоёшь под... Эй, ведьмак! А этот что тут повис? Изволь-ка ко мне! У ведьмаков! У них только дзеньги! Пусть лучше бы поискал нашего парня, который у дзевы служил! А не болтался бы, как говно в проруби! А после принца... Вы знаете, кто прислуживал сас? Вицек-боровик! Он на вине работал! Только вин-барышню любит, как сестру и мать разом взятых! Он бы за неё дал себя на куски порезать! И где этот ваш Вицек? В хаце укрывается! Господь боится! Белки его сторожать! Понял! Бывайте здоровы! А ну, дзавайся сюда, этого долбаха! Хватит! Хватит балагана! Люди! Возьмитесь за ум! Сядьте и поговорите спокойно! Наговорились уже! Давай, кумовья, вынимать принца из халопы! Верден — это ненужник, куда каждый насрать может! Надо соблюдать законы, а за их исполнением следит Скален Бурдон! Нет такого закона, чтобы халопы грозили потомку короля! Это говорю я! Зильград, брат Зелькерка, величайшего рыцаря Айдирнской земли! Хватит спорить о том, кто родился в замке, а кто в хлеву! Осудить и покарать любой дурак сможет! А вы попробуйте вину доказать! Халопский прислужник пустил слух, будто принц Стеннис покушался на жизнь Саски! Зачем же принцу затевать такую подлость? Позорить свой славный род? А вот затем! Короны паршивству захотелось! Вы помните, как бесстрашно стоял он вместе с Саски на переговорах с Хенсельтом? Он притворялся лисье морда, чтоб глупых мужиков провесть! Да только мужики не так глупы, как господа думают! Сами видите, как крестьяне ненавидят принца! Они брызжут ядом хуже змей! Они устроили заговор, чтобы от него избавиться! Слуга Саски и говорил об этом! И где он, этот слуга, я спрашиваю? Если ему есть что сказать, почему он прячется, как вор? Ответ прост! Потому что он сам обманщик! Прячется, чтоб его не зарезали, сукины дети! Белки должны его охранять! И последний вопрос. Каким образом принц смог отравить Саски? Всем известно, что вино из бочек, прежде чем оно попадет к деве, пробуют слуги! Пожалуй, я соглашусь. Мы не знаем, отравил принц вино или нет. Стэннис, тряпка! Куда ветер подует, туда и повернется! Все это знают! Ты должен доказать его вино, а не оскорблять его смерть! А скажите, кто другой бы это сделал? Мужику-то надо было барышню обидеть! Никогда! Потому как при ней, господские псы, с нами должны считаться! Никто не станет рубить сук, на котором сидит! А мужик не дурак! Кто поднимает руку на избавителя! Просто слугу купил Хэнсен! Да пусть и они этого не делали! Но это не значит, что принц виновен! Я вот интересуюсь, а у кого комната рядом с Аскиной как не у Стэнниса? От Кельвина берутся! С его овшивых погребов! У кого доступ на кухню девы? У сиятельного принца! Тьфу, язви его душу! Вергине нет никого, кто хотел бы убить Саскию! А ежели бы и хотел, то не смог бы! Только Стэннис! Это только слова! Слишком много домыслов, слишком мало доказательств! Никого нельзя осудить на таком основании! Ну что, будем драться, что ли? Ваши случаи, это небезопасно! Я не боюсь! Страх это свойство простых людей, но не до вшихших жилах течет королевская кровь! Ну ты повыёбывайся! Чего вы добиваетесь? Осудить мою особу? Или принц, по-вашему, не отличается от ярмарочного вора? Вы стоите перед королевским высочеством и смеете посягать на него? Есть на этом свете преступления, которые можно простить, а есть такие, которых прощать нельзя. Так же, как нельзя простить мать, которая убила своего ребёнка, или мужчину, который перерезал горло собственному брату, так нельзя простить преступления против того, кого поставили на престол сами боги. Кто поднимет руку на помазанника божьего, тот не может ступать по земле. А тот, кто отравляет девицу, он кто? Во-первых, Саския жива, потому никто не может обвинить меня в её смерти. Во-вторых, у вас нет никаких доказательств, что я пытался её убить. А в-третьих, я заверяю всех здесь собравшихся, что я не приступлю закона. Но судить меня может только она, Дева Изоидирна. Какой деловой? А ежели Саския помрёт? Кто ж тебя осудит? Я верю, что её удастся исцелить. Но если боги решат иначе, мы соберём совет мудрецов, который вынесет справедливый приговор. Вот слова настоящего владыки. Ибо я обязан служить для вас образцом, а мои поступки достанут пламенем, что рассеет тьму. Ты уже забыл, как пытался меня подкупить? Что скажешь, свиную рыло? Его хотят оговорить. Никто этого не слышал, ведьмак. Ты думаешь? Я знаю, что принц невиновен. Но он выставил меня не в лучшем свете. А я простой человек из народа. Ты ни единым словом не вспомнил о своей вине или невиновности. Ты требуешь справедливости. Хочешь созвать совет мудрецов. А я спрашиваю, кто войдёт в состав совета? Найдётся ли там место для крестьян? Нет. На скамьях сядут люди, которых ты выберешь сам. Благородные господа, которым за правильное решение ты даруешь земли и имение. Сам этот суд лишь усугубит твою вину, потому что ты виновен, принц. Немножко крови. Во имя спасения. Говоря, они им этого не простят. Эти трусы только лают, да не кусают. И всадят нож в спину при первом удобном случае. Стеннис показал им, чем это закончится. И его никчёмная жизнь не пропала зря. Благодаря ему Филиппа получит королевскую кровь, а Саске излечится. Надо спешить. Одной силой порядок в Вергене не удержишь. Хорошо. С силой можно сделать всё. Нужно только уметь её применять. Это твоё кредо. Будь осторожен, Йорвит. Лучший командир из всех, что я знаю. Но Хэнсель-то она с этим сбродом не победит. Что ты собираешься делать? Дрессируй их. Я приведу подкрепление. С Каэтаэлей больше, чем ты думаешь. Пора занять их делом. Я отправляюсь немедленно. Ты не пройдёшь сквозь мглу. Я и не собираюсь. Горы могут задержать войска людей, но не с Каэтаэлей. Я пойду на юг. Ты успеешь? Должен. Вафаэль, Гвинблейд. Не теряй надежды. Удачи тебе, Йорвит. Надеюсь, ты успеешь. Текст. Принц-пенис. Меч-пенис. Угу. Сейчас посмотрим, что за меч там. Папара-парам. Папара-парам. Во. Королевская кровь. 22-28. Говно. Говно. Так, у меня левелап. Между прочим. Шанс. Ага. То есть кровопотерю нанести. Вероятность всех критических эффектов. Плюс 5%. Шанс убить одним ударом. Маловатые шансы, конечно. Но, тем не менее. Так. Сбор алхимических ингредиентов. Урон бомбами. Тут я вообще, честно говоря, вот из этой ветки ничего качать не хочу. А вот из этой, ну, аксий надо бы прокачать, чтобы было на убеждение. У нее вот энергия в бою, я думаю, это все позволяет отбивать стрелы. Я же не собираюсь со скайтейлями воевать. Так, поговорить с Филиппой Эйхардс. Давайте двинем к ней, поболтаем с нею. Чтобы у меня появился еще один ингредиент для ее зелья. О, магическими ритуалами занимается. Я пыталась отыскать следы Трис, но туман ослабляет мегаскоп. Я поймала слабый сигнал. Она где-то рядом, наверное, с другой стороны. Ну, твою мать. Ну, о чем мать пойду? Не будем терять времени. Я буду сканировать поле и смогу направить тебя в нужную сторону. Как войдешь во мглу, ты меня увидишь. Окей. В таком случае, до свидания. Но это не все. Филиппа. Филиппа, подожди. У меня... Саски убила дракона? Правду говорят, будто Саски убила дракона. Принц Теннис наградил ее за это орденом. Значит, похоже на правду. Если ты хочешь знать подробности, поговори с Биггерхорном. Он видел все своими глазами. Биггерхорн. Окей. Не забудь о противоядии для Саски. Это очень важно. Слышь, а что там нужно для противоядия в поисках магии? Что? Это вопрос жизни и смерти. Найти розу памяти. Понятно. Мне надо пройти через ебаную мглу. Окей, поехали. Какой у меня есть выбор-то? Эм... Но при этом мы же попадем в лагерь короля Хэнсельта. Если я, конечно, ничего не перепутал. А там... Я не знаю, как дело повернется. Так. Куда нам нужно? Мне надо развернуться и пойти сквозь... Смотри, не выделывайся. Сквозь эту площадь. Ингредиенты для противоядия. Ну, розу памяти я еще, допустим, найду. Найти розу памяти. Источник силы. Краснолюдский бессмертник и немножко королевской крови. Королевская кровь есть. Бессмертник есть. Розу памяти, ну, как раз иду за ней. Эээ, вот. О том, что еще. Давайте-ка промедитируем до утра. Ну. От холера. Что-то было. Какого хрена призраки-то появляются на этом кладбище? Кхм. Хотя, ладно. Че я удивляюсь-то? Призрачная битва идет. Эх, погнали. Самое суровое место. Что же оно покажет нам? То есть, оно меня будет даже защищать. Вот это вообще здорово. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О, ё-мать! Призрак, не тронь! Это Драугар. А он не активен. Не трогай мою сову. Продолжение следует. Чёрт! Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну похоже... похоже это победа. Дальше я не пойду. Если Дэтмольд почувствует моё присутствие... Как мне вернуться в Верген? Я подожду тебя где-нибудь здесь. Поторопись. Окей. Да, не стоит. Так, приказ... Ага. Оп. Чё я не могу сюда пройти-то? И никаких постов нет. Чё, повыздыхивали все что ли? Я ж вроде утром не шёл. Ну ладно. Чё ты нашёл там? Да. Статуэтка... Этого Нильфгардского... Я знал. Холера, я знал, что это ты. Да. Когда во Мгле что-то зашевелилось, я так ребятам и сказал. Это Геральт из Ривии, не будь я верно нам Роше. О! А это твой приятель? Я его только что нашёл. Он был уже мёртв. Интересно. Костюм похож на Вергенский. Он почти прошёл через Мглу. Так что ты здесь забыл? Ищу Трис. Где-то здесь должна быть Трис. Всё ищешь свою чародейку. Если бы она тут появилась, я бы об этом знал. Не вги мне, Роше. Значит, ты мало знаешь или просто врёшь? Заткнись, сучий сын. Я тебе докладываться не обязан. Ты сделал свой выбор? Ты сбежал с эльфами, а Бьянка едва не погибла у этого выродка Лореда. Это не моя проблема. Я не твой солдат, Роше. Я тебя не предавал. Я этого и не говорил. Но подумал. Ты и твои люди против всего мира. Значит, смерть Фольтеста тебя больше не интересует. Убийца похитил Трис, если помнишь. Помоги мне найти её, я обещаю. Я сдержу слово, которое дал в подземельях Лавалетов. Не знаю, зачем я это делаю. Ну, ладно. У тебя нет выбора, верно. Если Трис действительно в лагере, она может быть только в одном месте. На тылах возле берега встали нильфгардцы. Туда никого не пускают. Ты можешь пробраться через лагерь или пройти через пещеры. Про ворота забудь. Вход в пещеры закрыт палаткой маркетанток. Барышни собрались ходить этим путём к графьям и рыцарям, но оказалось, что в пещерах живут чудовища. Я ведьмак, если ты помнишь. Если и девки и чудовище тебя уже достали, на востоке есть тропинка, которая ведёт к реке. Там солдатское столовое. Оттуда придётся тайком пробираться через весь лагерь. Спасибо, Роше. Будешь должен. Я, пожалуй, займусь девками и чудовищами. Найти способ пробраться в лагерь. Девки и чудовища по-прежнему. Сука! Тварь, ты как во мне попал! Девки и чудовище! Теперь потом со-пред Rocce ты скучаешь к Роту. Что так鬼? pakакх. оп-оп-оп прошу прошу ведьмак девочки готова здесь чего желает достойный кавалер поговорить хочу мне нужно поговорить можно и поговорить но стоить это будет столько же сколько потрахаться ладно че идет ну давай спрашивай так что тебя интересует ты слышала про деву из-за идем а кто про нее не слыхал и что не думаешь я-то думаю что у недотраханной бабы все в голове путается ей не меч нужен а мужик нормальный вот и был бы везде мир и такой понятно прошу а то есть так мнение неспользуется нет по всей занимаетесь любовью а не войной ну вот по идее от него с любовью а не войны тихо ч ладно давай еще раз мы говорим да да идет так что тебя интересует но ценников я не видел поэтому что слышно в лагере что знаешь хенцель вот мне надо пробраться в лагерь это будет стоить больше чем потрахаться согласен 700 монет твою мать ладно держи этого хватит здесь есть пещера которая выходит аккурат в лагерь к реке спасибо мы им не пользуемся там есть что-то что-то опасное нехорошее думаю я с ним разберусь вход в палатки ну вот спасибо занимайтесь любовью а не войной го открывай дверь она открыта так это я походу не туда пришел да верняк не туда ладно тогда давайте вернемся назад нужен ключ на тебе блядь здоровско вообще замечательно хер тут конечно я ключ найду да заплатил походу я зря есть там вообще четко и конечно же нет ладно давайте идти через эти врата что я просто так пришел что ли там какой-то спуск вниз есть походу это именно он меня и интересует они сюда давай спускайся опа ты серьезно мне драться прикажешь с троллями это не тролль они так и не поняли в чем дело ну да ладно это кракозябра без шуток декс ладно с этим злым плохим разобрались тут что есть еще что-то вообще ну хотя бы что-то вообще ну вот какие-то коробки есть махмоти кожа сукно сукно мне еще пригодится конечно потому что у меня там недокрафчены есть но мне еще туда конечно ресурсов и ресурсов мне еще нужно тут компанию пройти чтобы получить эту броню драунка разорвал разорвал он у меня полно было металл я продал где-то ровно половину наверное опять я буду подниматься на этом на железной руде давай спрыгивай блин ну и все текст да ну сюда в в в в в в в в такие не очень интересные враги прямо скажем да хорошо хорошо чё куда идти-то не сюда где это я вообще вышел давайте-ка посмотрим это лагерь Хэнсельта по моему ладно давайте по этой тропинке пойдем хер его знает куда я попаду пойду так это тот же хер только в профиль нордлинг куда ты собрался к послу со всеми этими железяками за спиной ну да ты не видел поблизости рыжеволосую чародейку ты видно не понял моего намека нордлинг вдавая оружие я не ищу неприятностей шиллерд фитц эстерлен ждет мэтмэра равновакая латмэр я надеялся что мы больше не увидимся мы схватили его когда он крался через лагерь ваше превосходительство я ищу трис трис меригольд похитили чародейку советницу фольтеста я слышал что она в вергине я надеялся что нам удастся встретиться но если ее похитили я понимаю почему вы не можете просто отойти в тень госпожа меригольд не единственная тому причина мне доложили что вы заключили союз с аско это елеме с йорвитом это правда да более-менее вы слышали о резне в ущелье гидры короли севера потребовали от империи выдать военных преступников из бригады в рихет йорвит был в числе приговоренных я знаю 13 сентября 69 года ущелье гидры по условиям центрийского мира здесь были казнены 53 офицера бригады в рихет им перерезали горло тела эльфов сбросили в пропасть не знаю зачем сюда пришли всадники охоты 23 ноября 69 года центра деревня холодный ключ следующая жертва дикой охоты мальчик 11 лет его родители утратили надежду я устал 24 февраля 70 года перевал в горах армуш императорская мантикора одно из самых опасных чудищ мира раньше я был бы счастлив такой встречи теперь тварь была лишь преградой на моем пути но ее мясо и горячая кровь помогли мне выжить 30 мая 70 года яруга охота стремится на юг всадники похитили уже 23 человека всем от 10 до 20 лет всем кроме йеннифер память постепенно возвращается забавно с к это или считает что император их предал то время как резня в ущелье гидры была устроена по требованию властителей севера вы хорошо себя чувствуете замечательно мне очень жаль что я не могу уделить вам больше времени мне предстоит долгая дорога в лог муини советы капитул ждут а трис меригольд как всегда появится в последнюю минуту смысле фигурка нужно носить ее при себе что это значит я хотел бы вам кое-кого представить это ван гемар мой личный чародей он почувствовал что трист приближается к нашему лагерю правда немного не в той компании 3 смири гольд это оно это ее запечатали фигурку Прежде чем вы умрёте, Геральт, не могли бы вы объяснить, каким образом эта фигурка попала к вам? Я нашёл её рядом с мёртвым человеком. И завершил его задание во славу Императора. Ах ты сука! Трис поможет нам покарать изменницу Империи. Я не знаю, убили вы Тарвика или нашли его мёртвым. Это не важно. Я предпочёл бы не отправлять на смерть того, кого одарил милостью сам Император. Но, к моему величайшему сожалению, у меня нет выбора. Вангемар, когда вы с ним закончите, передай Сэнтии мои поздравления. Обвести Филиппу Эльхард вокруг пальца большое искусство. Прощайте, мастер Геральт. А вот и сука, которая... Виновна во всех бедах. Здесь хорошее место. Ты готов, Геральт из Ривии? Да. Готов. Да. Хотел бы я помериться с тобой силой в бою. Но не суждено. Мой меч. Вернан. Простите, телефон. Так. Вернан Роше, твоей помощи я не ожидал. Ну че, ты хотел Байсон, ты его щас получишь. Мой такой. Мой меч. Деон, 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 деон. Деон, деон, деон. Деон, деон, деон. Посол Шиллерд крадет бывшую советницу Фольтеста. Это скверно пахнет, Геральт. Похоже, нильфгардцы тоже хотят поприсутствовать при возрождении Капитула. А, блин. Что будет в Лок-Муине? Не знаю. Нечто такое, чего я и предположить не могу. Шиала обнаружила, где скрывались убийцы. Это недалеко отсюда, в ущелье. Детмальт отправил туда своих людей, но убийца Фольтеста бежал. Его прикрывали двое других ведьмаков. Одного взяли живым. Под пыткой он показал, что наш здоровяк собрался в Лок-Муине. Маги хотят восстановить Совет и Капитул. Раньше они представляли всех чародеев и чародеек Севера. Там же должен появиться король Родовид, владыка Ридании. А поскольку Лок-Муине лежит в Каидвене, наверняка прибудет Хенсельд. Но делегация нильфгарда – это уж слишком. Трис, Нильфгард, Родовид, Банда Магов, Убийца Королей. Слишком много медведей в одной берлоге. Согласен. У меня здесь еще остались дела. Какие дела, блин? Мне надо вернуться в Верген. Может быть, Филиппа узнала от Рис что-то еще. Это будет нелегко. В лагере шум. Ты кому-то намял бока, пока пробирался к Шиллерду. Могло такое случиться. Ладно, изобразим, что ты мой пленник. Я выведу тебя отсюда, но помни, в конце пути стоит убийца Фольтеста. Я помню, Роше. Ну что, ты готов? Да. Где Лураша? Блин, ну я так и не достал розу памяти. Я очень удивлюсь, если все получится. Главное, не нарваться на офицеров. По морде ему! По морде! Сколько раз повторять? Ну, пошел! Чтобы вы в любую минуту были готовы к бою. По морде! Это значит, благореченство. Вам не положено ежедневно жрать. Быстрее, скотина! Ну, вроде пока нормально. Ну, пошел! Стоять! Кто идет? Вернан Роше. Веду пленного. Это что за чудак? Король приказал его допросить за лагерем. За лагерем, да? Хе-хе. Ну, счастливого пути! Шшшшш. Шшшшш. Ну, вроде мы уже в безопасности. Спасибо за все, Вернан Я твой должник Ха, ты здорово мне задолжал Помни о моем предложении Помню Спасибо Такс Что ж, дорогие друзья, на этом я, пожалуй, закончу сегодняшнюю серию Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс До новых видео и всем пока